всем привет с вами Ирина и канал mydiylife и это садовый влог я знаю что я очень сильно припозднилась с садовыми выпусками в этом году и мне без конца писали в комментариях спрашивали когда же начнутся садовые влоги связано это отчасти с погодой которая была очень переменчивой постоянно было то слишком дождливо то слишком холодно ну и частично это связано с тем что мы запланировали огромное количество масштабных переделок в саду и когда пришло время ими заниматься предпочли работу съемкам надеюсь вы меня простите ну а сегодня покажу вам немножко итоги зимовки хотя и уже достаточно поздно для этого ну и немножко расскажу что мы вообще планируем надеюсь вам будет интересно начну я наверное с альпийской горки за нее я честно сказать переживала больше всего потому что сажала растение как вы помните уже во второй половине лета и боялась что они могут не очень хорошо укорениться соответственно плохо перезимовать но к моему счастью все выглядит очень хорошо единственное кто не очень хорошо может быть вышел из зимовки это и бересы они вечно зеленые и у них более старые листочки были повреждены но сейчас они уже выпустили новые молодые поэтому я надеюсь что все будет хорошо в целом выглядят они сейчас достаточно довольными жизнью очень хорошо себя чувствует тимьяны это прямо моя большая радость потому что до этого все время кустовые тимьяны которые вот таким кустиком растут когда я их сажала на клумбу к розам они у меня неизменно вымокали точно также как и овсяницы и вот это первый раз когда они после зимовки выглядят очень хорошо то есть вариант посадки на альпийскую горку с хорошим дренажом хорошим оттоком лишней влаги для них это прямо отличный вариант флоксы шиловидной камнеломки уже набирают бутоны так что я думаю что уже совсем скоро смогу вам отснять горку во всей красе в полном цвету и тогда же я думаю что соберу уже полный ролик вот и до как я ее строила как это было я надеюсь что вам будет интересно посмотреть на это даже если вы следили за ее строительством в прошлом году ну а если нет с удовольствием я надеюсь посмотрите я думаю конечно многих интересует вопрос как себя чувствуют розы на самом деле я не ждала ничего плохого от этой зимы потому что зима была на самом деле сравнительно мягкая буквально неделю мне кажется у нас 30 градусные морозы стояли а все остальное время было либо оттепи либо минус 5 минус 10 максимум и было много снега то есть никаких эксцессов вроде мороза по голой земле розы выглядят очень хорошо я их уже подкормила обрезала в этом году кстати почти не было инфекционного ожога то есть мне повезло с тем что не было сырости под укрытием иногда с этим бывают проблемы и даже когда я раскрыла только-только розы не было снежной плесни которая иногда встречается она быстро высыхает не представляет особых проблем но тем не менее многие очень боятся в общем этот год практически эталонный был вот наверное самое правильное слово потому что не могу абсолютно ни к чему придраться и даже поломанных кустов у меня мне кажется меньше чем обычно несмотря на то что снега было действительно очень много в прошлом году когда я рассказывала про свои самшиты о том что я их каждый год накрываю мне многие писали о том что самшиты условиях московской области зимуют без укрытия я решила поставить эксперимент часть своих кустов я в этом году накрывать не стала ну могу сказать что перезимовали они в общем-то на уровне укрытых все неплохо ну правда с учетом того что зима была в принципе в общем-то не сильно морозная не могу сказать что эксперимент был прям очень уж чистый но тем не менее перезимовали и не считая вот таких вот небольших подгораний выглядят неплохо так что если очень сложно можно и не укрывать хотя я все-таки я думаю что буду продолжать укрывать лутрасилом именно чтобы избежать вот такого вот подгорания весной все-таки те кустики которые были под укрытием они выглядят посвежее год мыши полностью оправдал свое название такого нашествия мышей что в доме что в саду я не помню ни разу когда я раскрыла розы все цветники оказались изрыты муж мышиными ходами мне пришлось сразу засыпать все землей и убирать гнезда их был наверное десяток из одного у нас на глазах удрали штук пять очень откормленных мышек на удивление вели себя они можно сказать прилично не съели лилии немножко погрызли только свеже посаженный декоративный лук а у роз интеллигентно погрызли исключительно те части побегов которые все равно нужно было обрезать так что урона большого как ни странно нет меня особенно удивила одна роза под ней был наверное целый мышиный особняк потому что она оказалась окучена 20 сантиметровым холмом рыхлой земли я даже не уверена мыши ли это были но ям под розой не нашлось только земля как будто ее приносили с другого места остается только надеяться что корни у нее остались целы розы как я уже сказала в начале я уже обрезала подкормила не стала в этот раз снимать этот процесс потому что буквально в прошлом или позапрошлом году у меня был прям целый отдельный ролик по обрезке кстати если не видели оставлю вам ссылочку внизу в описании делаю это очень быстро буквально один день у меня был на то чтобы открыть розы обрезать и подкормить ну мы за один день конечно не справились справились за полтора дня подкармливала я перепревшим конским навозом у нас осталось мешков 15 прошлого года вот как раз их пустили на подкормку и в этом году хочу попробовать замульчировать розы корой лиственницы заказала несколько видов фракции буду засыпать мульчировать сад кстати спасибо мне кто-то из подписчиков в прошлом сезоне дал наводку на кору лиственницы обязательно вам покажу расскажу свои впечатления первый раз буду сталкиваться с этим материалом посмотрим как поведет себя в саду ну а теперь о моих печалях после этой зимы в этом году впервые за 15 наверное лет своей жизни у меня очень плохо выглядит бамбук после зимовки видите прямо кусок куста сухой вот такой засохший он вышел и из зимовки причем это был низ укрытия это даже не та часть куста которая оказалась где-то высокой может быть вылезла из-под снега я не представляю с чем это связано но я конечно очень была расстроена потому что но это действительно первый раз за все время я очень боюсь что это очень плохо на нем отразится что он может погибнуть я решилась от него отгрызть кусок буквально несколько дней назад где-то давно мне кажется я читала что бамбуки вот это у меня фаргезия муриэль мне кажется сорт симба или джамбу уже сейчас точно не помню что они очень плохо переносит пересадку поэтому все то время пока он у меня здесь сидел я его не трогала даже кусочка от него не откусывал хотя мне очень хотелось потому что боялась что это повредит кусту хотя на самом деле место для него здесь не очень удачно это самая холодная самая низкая часть участка и вот например розы у меня здесь стабильно вымерзали в итоге я бросила это занятие все розы отсюда убрала переместила их в более высокую часть сада с лучшим микроклиматом но в этом году я решила что мне терять нечего раз все равно такая беда случилась я его поделила потом уже заднему моему все крепкие я полезла в интернет искать информацию вообще по пересадке бамбука на англоязычных ресурсах потому что вполне справедливо предположила что в более теплом климате бамбуки сажают чаще чем у нас у нас про них практически нет информации и нашла на ютюбе ролик мне кажется 6 или 7 летней давности где дядечка очень варварски делил бамбук он у него рос в горшке он его распилил пилой пополам после этого я решила что от моей лопаты бамбука точно хуже не будет и поделила он у меня теперь будет сидеть рядом с беседкой сейчас вам покажу как это выглядит вот он мой красавец он сидит здесь уже три дня я честно говоря не смотря на видео с распилкой сабельной пилой очень за него трясусь но пока вроде выглядит он неплохо хотя конечно несколько засохших веток уже есть но я очень надеюсь что он в итоге оклемается погода сейчас этому способствует вот прям всю неделю обещают дожди даже сейчас что-то моросит и я надеюсь что в такую прохладную влажную погоду он все-таки полегче перенесет пересадку корни у него были очень густые с большим трудом отгрызла этот кусок от основного куста ну как видите достаточно большой мне хотелось сразу большой куст и я конечно очень надеюсь что он приживется хотя и не уверена здесь у меня был такой не очень обустроенный уголочек у меня здесь все было заросшее белокопытником такие огромные листья лопухи всем они очень нравятся на видео на фото но к сожалению это очень агрессивное растение поэтому я все-таки решила от него избавиться и вот сейчас весной занималась прополкой все проростки выдернула ну и буду продолжать выдергивать ну а чуть попозже я замульчирую здесь все корой лиственницы для того чтобы сорняки поменьше докучали вообще у меня эта часть сада это наглядный пример того что бывает если сажать растения не задумываясь об их взрослых габаритах потому что у меня здесь очень плотно все засажено я все сажал очень маленькими саженцами а сейчас уже прошло несколько лет все сильно разрослось и приходится что-то убирать что-то рассаживать от чего-то избавляться у меня за спиной вот там где сейчас я посадила бамбук росла калина кстати никогда больше не заведу в саду калину я очень любит вредитель она у меня постоянно вся была в дырочку в гусеницах тле во всем чем только можно и сейчас на самом деле я еще раз думаю как мне быть с декоративной яблоней яблони эту я посадила мне кажется лет 20 назад у нее интересная история я когда мне было мне кажется лет 20 я ходила в спортклуб в цск и там по дороге была парковка какого-то техцентра и на парковке росла очень красивая декоративная зонтичная яблоня плакучая мне она безумно понравилась я как раз тогда ходила училась прививать деревья в темирязевскую академию и я пробралась туда отрезала себе череночек и привела в саженец обычной яблони тогда было сложно купить какие-то интересные сорта растений еще поэтому вариант пойти купить такую же к сожалению для меня на тот момент не стоял так что я пошла на воровство украла оттуда веточку привела ее и вот спустя лет 20 у меня растет вот такой уродец я на самом деле не знаю что с ней делать потому что здесь рядом рододендрон который с ней очень близко сидит они друг другу мешают и честно говоря особой красоты в общем то в ней нету она должна цвести она очень красиво цвела темно-бордовыми цветками но вот у меня за все время на ней были единичные может быть пару цветочков видимо и холодно все-таки вероятно в москве в черте города было все-таки потеплее либо ее накрывали уж не знаю но пока еще раздумываю в общем что с ней делать то ли пытаться как-то сформировать как-то выправить потому что она вот такая кривенькая и конечно же не в крону прививал как полагается зонтичной яблони а в корневую шейку поэтому она вся вот такая вот вроде бы и интересное дерево можно сделать я люблю всяких таких кривуль бонсаистых но место конечно для нее не самое удачное а пересаживать это опять же риск потерять это дерево в общем пока еще мечусь не знаю как с ней быть напишите мне в комментариях что вы думаете стоит ли ее оставить здесь на переднем плане попытаться сформировать либо попробовать все-таки отсадить но уже наверное на будущий год потому что сейчас уже листочки дала и формировать на новом месте ну или просто спилить потому что в общем то пока если честно красоты от нее особенной нет неизменно весной меня радуют морозники вот мой махровый морозник который я очень люблю уже достаточно сильно разросся уже такой вполне полноценный кустик и в этом году очень хорошо обильно цветет я думаю не в последнюю очередь благодаря тому что я расчистила тут вокруг достаточно много места он оказался на солнышке и на солнышке чувствует себя очень хорошо если у вас нет в саду морозников то очень советую завести даже если это будет не сортовой какой-то махровый или розовый в крапинку сейчас очень много есть интересных сортов даже самый простой кавказский морозник если вам удастся его купить это совершенно шикарная штука весной очень долго цветет очень красив и единственный наверное момент который может от него отвратить то что он ядовит поэтому если у вас есть маленькие дети то держите их ручки подальше от морозника чтобы они случайно что-нибудь не съели но они считая этого растение очень красивое и достойно я считаю поселиться в абсолютно любом саду ну а теперь расскажу о более масштабных наших разрушениях которыми мы собственно и занимались все начало майских праздников и до майских праздников собственно тоже во-первых мы выкопали наконец сирени я осенью показывала вам как я ее опилила мы собирались пересадить осенью но не успели потому что она очень большая мы наполовину выкопали и так и бросили до весны вот сейчас закончили начатое яма где-то метра полтора на полтора мне кажется как мы все это выкапывали вытаскивали это отдельная история которая не вошла в съемку потому что работа была очень грязный и малоприятный на вид но тем не менее вы мы ее выкопали почему мы собственно выкопали вот сейчас камера стоит рядом с беседкой которую может почти достроили и вид из беседки был как раз на этот участок земли а сирень была очень высокой цвела где-то на уровне крыши то есть совершенно красоты было не видно а место она занимала очень много и в итоге мы решили от нее избавиться в этом месте пересадить ее поближе к забору ну а здесь немножко привести все в более декоративное состояние потому что это самая главная точка так сказать куда упирается взгляд когда сидишь в беседке и пьешь чаек я уже посадила здесь куст гортензии и хочу конечно задекорировать забор потому что этот забор это прямо моя боль я очень хочу его как-то спрятать посадила сюда уже жимолость лимонник несколько клематис но они конечно полностью не закрывают забор поэтому сейчас если честно раздумываю над тем чтобы сделать какие-то еще деревянные декоративные загородки чтобы вот этот страшный зеленый цвет как-то хоть чуть-чуть нивелировать и вот сюда поближе к беседке я хочу посадить еще одну жимолость которая у меня сейчас на арке и и тоже еще планируем перетаскивать это последний из масштабных пересадок этой весны может быть даже ее от снимем ну а кроме сирени мы пересадили куст пузыреплодника он рос вон там перед магнолий кстати магнолия уже зацветает сейчас пущу вам по экрану проводочку а в том году цвела очень красиво я весной все время бегала проверяла как там почки не снесло ли их последними заморозками но как видите все хорошо уже распускаются первые цветы я думаю через недельку будет очень красиво обязательно вам отсниму пузыреплодник заслонял нам вид на магнолию ну и кроме того он был так немножко посередине видовой точки сейчас мне кажется стало гораздо лучше все это выглядеть ну и вдоль забора хотим посадить скорее всего хвойных может быть злаки какую-то в общем такую красивую вдоль забора композицию будем делать еще точно не знаю как это будет выглядеть но обязательно вам покажу что же нас радует очередная операция весеннего дождика я в общем-то очень ему рада я надеюсь что мой бамбук лучше приживется в таких условиях ну а мы побежим домой для того чтобы не мочить камеру так что буду с вами прощаться буду очень рада пообщаться с вами в комментариях пишите ваши вопросы и замечания на сегодня все всем пока